Привет, друзья! Подписчики мои, сегодня будет битва Кинга Гелиуса против всех волчков Hasbro, Switch Strike или God Lawyer System от компании Токаратоми. Друзья, у меня один подписчик написал, говорит, Безон, что у тебя? Говорит, арена грязная. Чувак, она не грязная, это просто на ней куча было баттлов, миллионы сражений, поэтому она, естественно, попортилась, но совсем скоро у меня будет новая крутая арена, поэтому подписывайся, ставь лукс. Ну что ж, левосторонний Кингелиус против волчков Hasbro, Switch Strike. Почему так? Потому что у меня сейчас проходят на канале тесты, новинок, соответственно, и, ну, он показал себя слабее, чем другие, поэтому ему достался второй сезон. А также Супер Хайпериону достался третий сезон, и Глайтер Актобору достался пятый сезон. Ну, не пятый, но вот этот вот гачи, не гачи, как он там правильно называется, который, ну вы поняли, четвертый. Короче, поехали, все. Первый соперник Блейзер Актоборчик, Hasbro. Я знаю, что вы Hasbro, друзья мои, не любите. Вот, вообще, не только вы, но у нас почему-то, in the Russia, Russian Federation, как-то вот Hasbro-волчки не очень. Вот, наверное, я думаю, это связано с тем, при том, что их легко пойти купить в магазин, ну, было, было легко пойти в магазине. О, взрыв. Я думаю, это связано именно с Бёрсту, потому что с Hasbro, ну, особо каши не сваришь, и Токаратоми с легкостью их раскидывают. И даже подделки СБ и Флейм на Изи выносят Hasbro. А, идем дальше сразу, жесть, давай Кайнекса протестируем, который компания Hasbro, на Беринге! Вот, собственно, дело здесь в Бёрсту, и никто не хочет играть с слабыми волчками. Знаете, мне постоянно, вот, ты не шаришь, в Ультраек сильный, камон, кого вы рассказываете? Никто не играет в Ультраеком, никто не хочет играть с слабым волчком. Все берут сразу сильного Геркулеса, Феникса и так далее. Вот, а если ты играет и в Ультраеком, то это, ну, так, чисто между собой поугарать по фану, поприкалываться. Ну, или просто выбора у человека нет. Вот, у нас же эпическое сражение. Кайнекс побеждает на буквально долю секунды, а Кингелиус красавчик. Идем дальше. Урикалькум Виктор Фон Дума! Полетели в Бейблейну! Бёрст! Друзья, у меня к вам интересная новость. Я хочу попробовать, все-таки, знаете, что сделать? Наступить на горло своему перфекционисту внутреннему. Смешать все волчки, ну, эти, которые, Токаро Томи. Третий, четвёртый и рандом бустеры. Вот, и хочу попробовать некоторое время повыпускать ролики 1 против 50. Или против 30. Друзья мои, если вам интересен такой формат, смотри, Ари Калкум на Изи вообще вынес Кингелью. А вы говорите, Хазбра слабый. Хазбра сильный, посмотри, какие красавчики. Идем дальше. Твин Немезис. Вот, и если вам интересны подобные ролики, и вы хотите прийти в участие, написав в комментариях, кого с кем сразить, ну, то есть, типа, пиши в комментарии, не угомоше, срази Мутраек против, там, 50 соперников. Срази Феникса против Полтинника. Срази Спригана. Вот смотри, Гелиос разбирается со вторым соперником, но Твин Немезис это слабый волчок от Хазбра, к сожалению. Идем дальше. Сприган Реквием, который не так прост и в последнем Баттл Нексусе очень отлично себя показал. Вот, а если, чтобы просто у меня было понимание, интересно ли вам, смотрите, как что-то Валькирия сражается с Полтинником Полчков, соперником. Вот. Просто почему смешать? Потому что я не особо хочу сравнивать, допустим, против третьего сезона, или против четвертого, или против пятого, или против рандом-бустера. Нет, просто рандомный формат, типа, все на одного и рандомный. И чтобы мне было не так скучно, потому что я реально устану, допустим, с каждым волчком прогонять одни и те же волчки. Вот, потому что, потому что так. Давай дальше. Шелтер Реглус. Ну, в конечном итоге они все равно будут плюс-минус одинаковые. Но, тем не менее, элемент рандома и номера выхода молчка все-таки будет разный. Шелтер Реглус на драйвере от Васи Леопорда пытается нам показывать какую-то странную технику, но на данном этапе ничего хорошего нам не показывают. С другой стороны, удивительно, Шелтер Реглус обыграл Кинга Гелиоса. Пока что Кинг Гелиос показывает себя дядом слабаком. А это второй сезон, напоминаю вам. Так, у нас левосторонний фафнир, давай-ка Геннезис Волтроэка возьмем. Три, тю, вон! Друзья, друзья мои, кстати сказать, совсем скоро моему каналу исполнится два годика. Два годика моему каналу исполнится, друзья мои, уже в этом июне, уже вот совсем скоро. Поэтому, друзья мои, я вас попрошу сделать мне подарок к дню рождения, не мне, а нам всем подарок к дню рождения канала. Собрать 250 тысяч подписчиков. Это, я думаю, будет офигенный подарок от вас для, ну для нас, от вас для нас. Вот, Shelter Regulus. Я думаю нажать на кнопку подписаться, вообще никому не, ну как бы, не стыдно, не позорно. Нажмите подписаться и будет нам всем радость. 250 тысяч подписчиков отпраздную крутейшим конкурсом, разыграю, допустим, Hasbro, Takara Tomy, Puskate или чей-нибудь арену разыграю. Ну то есть, я не против разыгрывать, ребят, я же уже это объяснял, что я только за для вас разыграть что-нибудь. Но мне нужен тоже от вас какой-то фидбэк, то есть, если я вижу подписки и просмотра, то я спокойненько разыгрываю. Если, ну, от вас я не получаю реакции, то как бы, значит, вам это неинтересно, вот и все. Killer Decider. Поэтому давайте, друзья мои, наберем на канале 250к к 29 июню. 29 июня неугомонный Блейдер, ваш покорный слуга, зарегистрировал, как сказать, домен за Facebook. Зарегистрировал канал Bazon, причем 18 года, 29 июня. У нас сейчас мы имеем 69 миллионов просмотров, и это овер много, я считаю, для подобного формата, где, ну, типа я просто играю в игрушки. Я считаю, это очень круто, друзья мои, мы с вами огромная команда, мы с вами безумные молодцы. Вот, и я предлагаю набрать 250 тысяч подписчиков к 29 июню. И тогда, поверьте мне, что-нибудь крутое точно случится. Это будет, во-первых, и эпический ролик, это будет и конкурс, ну, конкурс по любому будет, но как бы так будет приятнее. Просто призов там будет в два раза больше, даже в три, в четыре раза больше. Оп, что-то я не то сделал, как-то я не туда запустил Бласту Джинниуса. Вот, поэтому так, друзья мои, давайте собираем 250 тысяч. Осталось всего лишь 20 тысяч подписчиков, ну, типа это вообще изи. Я уверен, что спокойно у меня вот сейчас 40% без подписки, даже 43%. Если подпишется 20%, даже 10%, то это уже как раз будет 20 тысяч этих самых, 250 тысяч подписчиков. То есть 20 тысяч плюс 250 тысяч, ну, вы поняли, короче, смысл. Вот, поэтому, друзья, я не вижу для вас никакой проблемы. Нажать на кнопку подписаться, сделать красную кнопку серы. У нас, кстати, у меня ничья в битве с Джинниусом. Вот, хотя, кстати, волчок очень мощный, но вот сейчас что-то он лажается, Хасбер. Вот, поэтому, почему бы и нет. И можете потом просто всем в школе рассказывать, что вы подписаны на крупнейший канал в России, СНГ, Японии, Америке, Украине по Бэйблейду, друзья мои, на русском языке. Вот, соответственно, у нас Батл, Батл, Балкиша против Спаркин Кингелес, Спаркин Кингелес. Вот, я, возможно, к тому моменту уже выучу японский, и мы пойдем с вами покорять японские вершины. И будут нас смотреть еще и в Японии. В Японии! Я тебе говорю, я же знаю, вы же помните, друзья мои, кстати, я же вам рассказывал, что на меня подписан Зенки. Но просто Зенки, это единственный блогер, у которого подписки открыты, типа, все остальные, Бэйблет Гиггс, Драга Галакси, эти топовые ребята, у них подписки закрыты. Но я уверен, я тебе говорю, точно тебе говорю, 100% инфосотка, что они тоже подписаны, друзья мои. А раз на меня подписаны Зенки, Галакси, Бэйблет Гиггс, то, значит, у меня пушечка-гонка, пушечка-гонка контент. Давайте играть дальше. Балкиш. Балкиш, 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 Левосторонний. Кстати, Левосторонний Балкиш против Левостороннего Кинга Гелиуса. Вот это будет интересная заруба, интересный замес. Сейчас сражаются два хороших левосторонних волчка, ни у кого нет возможности раскружиться об соперника. И сегодня я недоволен, честно, я недоволен Кингом Гелиусом, потому что, come on, я ждал от него реально большего. Сегодня как-то он лажал против Ари Калкума, против Джинниуса, против вот Балкиша. Облажался, хотя Балкиш на два разобрался. Следующий соперник у нас будет Бастед Скалибур. Ой, вернее, Сауш Скалибур. What a power, бля, репара. Ну вот, друзья, поэтому я не вижу причин, почему бы вам на меня не подписаться. Пожалуйста, пожалуйста. Слушай, обалдеть, Сауш Скалибур держится очень хорошо и проиграл в последний момент, это удивительно. Давай, наверное, какой-нибудь финальный бой проведем, там осталось две Гаруды, Фафнер и Джинниус, не хочу даже с ними как бы разговаривать. А вот Шадоу Аматериус, хотя я знаю, это не Аматериус, это какой-то другой, это так как бла-бла-бла-бла-бла-бла, ну и хорошо. А вот я буду называть его Шадоу Аматериус. Вот такие дела. Итак, Фри Чуста Спак, ты же Спак, ты посмотри, да, он даже, вот смотри, он не держится. Ну что это такое, это как так вообще? Но я все равно запущу, я мастер Бэйблэйда. Кто бы что не писал в комментариях, ребята, кто пишет, что я в Бэйблэйде нуб, тот сам нуб, ты понял, да, ты понял? Помню, нубера, вот так вот. Друзья мои, вот такое у нас сегодня было интересное видео, если вам понравилось, что-то Гелиос мне сегодня не понравился. Сегодня в 3 часа дня ролик Супер Хайпериона против Хасборо, третий сезон. На этом все, лайк, подписка на канал, с вами был следующий Ньюгамош, ради вас пилю ролики, друзья мои, не покадай рук, не покадай ног. Всем удачи, всем пока-пока. Ну вырубайся камеру, давай, давай, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok